Слышали? Слышали эту новость? Я не знаю, про Лукашенко на этой неделе сейчас дойдем, до него про Путина такие смешные новости. Мне просто присылали пару дней, я прям ухохатывался. Ты читал, да, что у него есть этот специально обученный человек, это уже и раньше было новость, который какашки собирает. Да, сейчас прям французские журналисты вдруг выпустили расследование, выпустили в свет. Знаешь, как на французском выходить? Вот поэтому, собственно, тема такая, что про нее и разговор. Значит, мужчина ходит, собирает за ним... Говнолок. Да, смешное слово, говнолок, да, почему оно в голову не посмешно. Но еще и мочетолог тоже. Мочевик-говнолок, это знаешь, какой-то... Мочевик-затейник, мочевик-говнолок. Да, это очень важная профессия, которая будоражит всех вокруг. Ты вот просто можешь себе представить, как это происходит, Андрей? Был вариант, что за ним возят специальные унитазы. То есть он идет в туалет, тут же человек видит это, берет большой чемодан, бежит тоже в туалет, открывает чемодан, собирает специальный стульчак с специальным пакетом, потом это все упаковывает. Резервуаром. Резервуаром все это потом упаковывает, отправляет в Россию. Я вот подумал, что видишь, как получается, что Путин патриот. Бизнесмены все выводят, деньги вывозят, в офшоры выводят, бизнес выводят, все из страны. А он, вот понимаешь, все, что из него выходит, должно возвращаться на родину, даже если вышло за границей. Все в дом. Бедная Кабаева-то. Как говорится, его дома нет, а запах есть? Что за бардак такой? Вот мне интересно, как этот человек, ну а это, наверное, высокооплачиваемая работа. Вот ты учился, учился в институтах этих ССБ. У Snoop Dog'а есть человек, который косяки закручивает. Так извини меня, там работа не пыльная. Я думаю, что он насмотрелся, говорит, я тоже хочу какую-нибудь можно интересную работу. Просто работника. И он, наверное, тоже в конце, когда уже закручивает в пакет, делает. Ну то есть, если там косяки крутят, а этот сигары делает. Ну, примерно та же история. Да.